Электронный документ на продукты, молодежная политика и открытый турнир по баскетболу. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Слово Екатерина Чуватовой. Эфир продолжит Хроника дня. Только качественное мясо и молоко. Ветеринарные документы станут электронными. Теперь отследить путь продукта от фермы до прилавка сможет каждый покупатель. Документы на продукцию животного происхождения теперь будут оформляться в электронном виде. Все данные поступят в единую государственную информационную систему «Меркурий». В ней фермеры и предприятия, связанные с производством, хранением и реализацией мяса и молока, обязаны зарегистрироваться до 1 июля. При обнаружении некачественной продукции «Меркурий» моментально заблокирует ее дальнейшее распространение. Говорили о делах молодежи. Сегодня в стенах общественного политического центра состоялось заседание. Активисты обсудили взаимодействие студенческой и других организаций города. Организатором выступил МГТУ. На встрече обсудили активное участие молодежных объединений университета в жизни города. Председатель студенческого правкома рассказал об основных направлениях деятельности учащихся. В МГТУ на сегодняшний день существует более 10 студенческих объединений. Почему такая странная цифра более 10? Я сам задал себе такой вопрос. Неужели сложно посчитать, сколько 13 или 14? Да можно. Просто совсем недавно поймался на мысли о том, что даже я не все студенческие объединения, которые существуют в МГТУ, знаю. Руководство университета считает, что воспитывать молодежь нужно не только в стенах учебного заведения, но и за его пределами. Поэтому активисты студенческих отрядов проявляют себя в самых разных областях. Результатом эффективной молодежной политики стала победа МГТУ в номинации «Лучшая модель студенческого самоуправления» в декабре прошлого года. Забросить мяч в кольцо. В эту субботу на территории легкоатлетического манежа пройдет открытый турнир по стритболу, посвященный празднованию Дня города и Металлурга. К участию приглашаются все желающие. Команды сразятся в стритбол. Это игра на уменьшенной площадке на одно кольцо. За победу будут бороться в четырех подгруппах. Участие принять могут составы из четырех человек. Регистрация начнется в 10.15. Сам турнир в 11 утра. Подробности можно узнать в группе в социальной сети.